откройте эту милиция пенсионер должен знать в лицо своего врача и своего участкового как не стать жертвой мошенников у бабушки мобильный телефон есть правоохранители провели беседы с пожилыми людьми почему важно не молчать жди меня пожилая женщина провела в лесу четыре ночи очень просто потеряться сбиться с пути увлекшись сбором ягод или грибов что спасло жизнь пенсионерки фигура в темноте в беларуси проходит профилактическая акция будут обследованы на предмет их освещенности стоит ли полагаться на быструю реакцию водителей это сирена громкие чп за неделю и страшная правда из жизни города мы уложимся ровно в 10 минут засекайте квалифицированные аферисты последний год сми пестрят заголовками обманули пенсионера женщина отдала последние деньги пожилых людей обдирают как липку они более доверчивы мнительны и наивны а убедить такого человека дело техники жулики давят на больное и ловко обводят вокруг пальца бобруйские такие случаи в последнее время участились на стражу спокойствия ежедневно выходят правоохранители наша съемочная группа прошлась по самым уязвимым слоям населения большая часть мошенников прекрасные психологи которые умеют воздействовать на пожилого человека силой убеждения жулик никогда не полезет нагло в карман рискуя нарваться на звонок в милицию он хитро обведет вокруг пальца пообещав при этом золотые горы для того чтобы объяснить как грамотно действовать в такой ситуации правоохранители на постоянной основе проводят профилактические беседы с начала текущего года на территории города участились случаи мошенничества среди пожилых граждан как правило мошенники звонят и говорят о том что произошло дорожно-транспортное происшествие с участием их родственников пожилые ведутся на это и передают деньги либо курьеру либо переводят на какие-то счета современные пенсионеры обеспечены мобильными телефонами и с легкостью управляют новомодными гаджетами общаются в мессенджерах ведут соцсети а это еще одна опасность аферисты каждый раз придумывают все новые новые уловки еще вчера звонили на домашние запудривали мозги сегодня пишет в приложениях и вешают лапшу на уши на мобильный прошел телефонный звонок но я с мобильного но я сразу увидела что там не 375 наш а я уже не помню я посмотрела россию нет и вообще у меня знакомых таких чтобы если есть знакомые за границей их номера у меня в телефоне поэтому я просто не поднимала а через какой-то день удалила и забыла формула реагирования на любую подозрительную ситуацию одна необходимо незамедлительно обратиться в милицию самый надежный способ обезопасить близких осложнить мошенникам работу для этого как можно чаще посещайте своих родных чаще мы приезжаем к свекрови потому что у нас старенькая женщина вот дом уже здесь остается уже может считайте что здесь вот и я на выходные часа стараюсь я приезжаю 20 секунд отборного бреда и деньги в кармане за пять месяцев этого года пенсионеры отдали обманщикам свыше 3 миллионов рублей возбуждено более 200 уголовных дел задержано около 100 человек главный принцип телефонного мошенничества внезапность преступник рассчитывает застать жертву врасплох огорошить неприятными новостями и заполучить все что нажито непосильным трудом не давайте шанс вас развести мария бересневич кристина орианс дмитрий шевцов сирена аферисты не дремлют в беларуси появился новый вид мошенничества направлены на молодых мам преступники присылают женщинам сообщение о том что им якобы полагается выплата в размере 55 или 60 рублей чтобы ее получить нужно перейти по ссылке ввести паспортные данные либо сведения банковской карты таким образом жулики получают доступ к счетам жертв главное не спешить и проявлять всегда бдительность в случае если гражданин житель города бобруськости в частности стал жертвой преступления необходимо незамедлительно обратиться правоохранительные органы либо позвонить по телефону 102 правоохранители напоминают органы соцзащиты располагают всей необходимой информации о гражданах которым необходима поддержка поэтому не запрашиваются никакие персональные данные тем более через мессенджеры это же касается и нанимателей если пособие выплачивает по месту работы как в мелодраме бобруйчанка взяла онлайн кредит на отчима без его ведома милицию обратился местный житель рассказал что лишился двух тысяч рублей как выяснилось позже мужчина сожительствовал женщиной а ее 21 летняя дочь выкрала паспортные данные пенсионера деньги она забрала себе потратив их на личные нужды а выплачивать кредит не собиралась в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело искали всем миром спасатели обнаружили женщину которая заблудилась и провела в лесу четыре ночи выжить ей удалось лишь благодаря еще не собранной кукурузе 79-летняя жительница деревни поблин ушла за грибами утром в четверг мобильного телефона у нее с собой не было когда к вечеру пенсионерка не вернулась дочь забила тревогу четыре дня лес прочесывали сотрудники мчс работники милиции лесхоза волонтеры и местные жители и только в понедельник спасатели обнаружили потерявшуюся в трех километрах от дома женщина была в сознании но без сил и постоянно просила пить как оказалось она набрела на кукурузное поле и выжила благодаря зернам которые служили ей пищей с диагнозом истощение организма пострадавшая госпитализирована одна из самых распространенных ошибок наших граждан это недооценить опасность лесу зачастую граждане ходят не первый раз в лес по знакомым тропам но очень просто потеряться сбиться с пути увлекшись сбором ягод или грибов в этом году в могилевской области заблудилась 66 человек в том числе четверо детей поиски троих в быховском кличевском и костюковичском районах продолжаются до сих пор спасатели напоминают не отправляйтесь в лес в одиночку сообщите родным о возможном маршруте обязательно возьмите с собой заряженный мобильный телефон воду лекарства нож еду спички и свисток его звук слышен за два-три километра наденьте непромокаемую яркую одежду поговорите с пожилыми родителями и убедитесь что они знают правила безопасности утро началось не с кофе на улице глубокой в бобруйске горел частный дом чп случилось в понедельник утром сообщение в мчс поступило от очевидцев когда на место прибыли расчеты дымилась крыша а внутри уже было нечем дышать к счастью хозяев дома не оказалось известно жилище разделено на две квартиры а пи не установлен в результате данного пожара повреждено некоторое имущество в доме закопчены стены потолок счастья пострадавших нет причина на данный момент выясняется специалисты рассматривают версию неостороженную эксплуатацию печного отопления спасатели напоминают в осенне-зимний период очень важно не перекаливать печи в первую очередь нагреваются находящиеся поблизости строительной конструкции в частном секторе они как правило деревянные оставлять огонь без присмотра также чревато неприятными последствиями соблюдая элементарные правила можно избежать чп могилевской области за сутки на пожарах погибло 5 человек все началось вечером 15 октября спасатели тушили огонь в частном доме в краснополье внутри уже мертвыми нашли мужчину и женщину оба пенсионера как известно сожители злоупотребляли спиртным еще одно чп случилось на следующий день в могилеве погибла пожилая пара на этом череда трагедии не закончилась воскресенье рано утром в квартире в чауском районе огнеборцы обнаружили тело 55-летнего мужчины предварительно причиной всех пожаров стало неосторожное обращение с огнем при курении непоправимые последствия в чауском районе нетрезвый бесправник совершил дтп в котором погиб человек местный житель не справился с управлением его мазда вылетела в кювет и врезалась в придорожное дерево пассажир иномарки скончался на месте мужчина не был пристегнут ремнем безопасности медицинское свидетельствование водителя показала 1 3 промилле видео не для слабонервных в могилеве водитель легковушки сбил электросамокат пострадавшим оказался 38-летний мужчина который не спешился на пешеходном переходе и угодил под колеса ситроена водитель иномарки просто не успел затормозить горе гонщик получил травмы 27 октября напомню вступают в силу новые правила дорожного движения в них будет очерчен правовой статус средств персональной мобильности они так и не признаны транспортным средством по статусу райдеры останутся пешеходами взяла покататься в черикове пьяная бесправница угнала автомобиль у подруги около полуночи наряд дпс остановил volkswagen за рулем находилась 19-летняя жительница белы ничей выяснилось перед поездкой она выпивала а свидетельствование показала наличие 1 39 промилле алкоголя к тому же водительского удостоверения девушка никогда не получала авто одолжил у знакомой последняя в свою очередь ключи никому не передавала и написала заявление об угоне возбуждено уголовное дело при скорости в 60 километров в час тормозной путь авто 20 метров в ночей это расстояние кажется слишком длинным порой последнее что видит человек это свет фарм до 28 октября госавтоинспекция проводит профилактическую акцию сохранить себе жизнь особое внимание сотрудники гаи уделяют уязвимым участникам дорожного движения в условиях сокращающегося светового дня и ухудшения погодных условий только за первую неделю октября произошло 27 дтп в которых три пешехода погибли и 24 получили травмы 75 процентов смертельных случаев именно в темное время суток главное правило фликер или любой другой светоотражающий элемент который может спасти жизнь маршруты патрулирования нарядов дпс гаи будут пересмотрены и приближены к участкам автомобильных дорог и улиц населенных пунктов наиболее подверженных риску совершения наездов все аварийно опасные участки будут обследованы на предмет их освещенности и наличие необходимых технических средств организации дорожного движения также родителям необходимо напоминать детям о простых правилах безопасности не гулять и не кататься возле дороги переходить улицу только за руку со взрослым подросткам быть максимально сосредоточенными снять наушники и спрятать телефон между тем только за выходные в могилевской области произошло два дтп в которых один человек погиб и один получил травмы госавтоинспекция выявила свыше 1100 нарушений ПДД задержано 16 пьяных водителей и 19 бесправников 265 пешеходов привлечены к административной ответственности это была сирена ну а больше новостей ищите на нашем канале в ютюбе и соцсетях я кристина ариянс увидимся через неделю а